Под этим слоем кирпича еще один. 16 века. Оригинальные материалы здесь тоже сохранились. Вообще наш Кремль по степени сохранности на первом месте в России. Почти на три четверти он тот же. И полы, и бойницы. Интересно, что кирпич, которым выкладывают пол сегодня, по размерам такой же, как и в 16 веке. Другие материалы тоже сохранят исторический облик объекта. Это специально отдельно заказанный кирпич. Это дерево, которое обрабатывается исключительно от насекомых и материалом, который исключает пожароопасность. Соответственно, стараемся сделать так, чтобы сохранить максимально вид, который был у Нижегородского Кремля в момент его постройки. Еще никогда боевой ход не был полностью открыт для туристов. Его длина 2046 метров. Сейчас первый этап реставрации практически завершен. Параллельно идут работы и внутри башен. Как раз-таки наша особенность Нижегородского Кремля в том, что гуляя по стене, мы можем заходить в каждую башню, чтобы посмотреть либо музей, либо просто башню с интерьерами подлинными где-то 16 века. Вот как раз-таки сейчас ведутся работы в том числе и по музеификации некоторых башен. Всего будет три музея. Обычно в год Кремль посещает около полумиллиона туристов. В планах удвоение, а то и утроение этого числа. Реконструкция боевого хода стоит около 200 миллионов рублей. Окончание работ запланировано на август этого года, но подрядчик по традиции обещает закончить раньше срока. Александр Быков, Максим Веселов. Время новостей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok